Твой Пушкин Смотрите в программе Поток воды приподнял и смыл ракушку с берега Серебрянки Сколько дней искали хозяина Раз в неделю к ним приводят девочек потанцевать Будник Одесской школы-интернат За что глава района просил прощения и у кого в районе самая широкая 200 из поселка Лесной 30 секунд на импортную сковородку, 20 на отечественную подкову И Слава ВДВ Восхищенные глаза девочек из Красноармейства Смогут ли брать взятки общественные инспектора Общий сбор подразделений Госадмтехнадзора Внезапное нападение на Пушкинский район Более 100 единиц специальной техники с обеда оккупировали сопрямо Ничего не перепутал и поздравил Девушек с 23 февраля Виталий Бородин Кто не красил хомячков, мог сменить национальность Золотые яйца для главы района Отголосками эпохи ракушек, установленных официальным и не очень официальным путем Становятся проблемы для решения которых приходится привлекать силы и средства нескольких организаций На данный момент происходит демонтаж металлоконструкции, так называемой ракушки Которая установлена на магистральном водопроводе, питающий спортивный комплекс города Пушкина На данном водопроводе происходит утечка воды Для ликвидации аварии было необходимо демонтировать данное сооружение, так сказать, ракушку Больше пяти дней ушло только на поиск владельца и оформление соответствующих разрешений по перемещению частного сооружения Вот уже воистину много воды утекло После совместных проведенных работ с администрацией города Пушкина были выявлены хозяина данного сооружения Машина была оттуда убрана и сейчас металлоконструкцию демонтировали для проведения аварийных работ Очень часто мы готовы выдавать упреки в адрес работников водоканала и винить их в безалаберности А узнать о специфике и особенностях работы Пушкинского водоканала по существу практически негде Здесь хороший коллектив, здесь работают на предприятии порядка 600 человек Это большой коллектив Коллектив дружный, работоспособный У нас много династий, которые работали дедушки, отцы, теперь сыновья, внуки Поэтому мы гордимся своим коллективом 23 февраля уже давно стал для нас очередным поводом устроить веселую вечеринку Независимо от степени причастности особи мужского пола к службе в армии Но есть люди, для которых этот день – день дачи торжественной клятвы Я, Павлов Иван Алексеевич, вступаю в ряды кадет Принимаю присягу и торжественно клянусь Строго выполнять требования устава, приказы командиров и начальников Гордо и достойно носить звание кадет Свято беречь законы и традиции кадетского братства Горячо любить родину Стать достойным защитчиком очистства Жить и учиться по законам мужества Честь, чести, добра и справедливости Если я нарушу эту мою торжественную присягу, то пусть я буду лишен звания кадет В этом учебном заведении удивляет все От самого входа поражает естественная учтивость и поведение воспитанников Большинство воспитанников находятся в школе пять дней в неделю Под руководством настоящих офицеров и опытных педагогов Которые, в отличие от простых школ, не пытаются снять с себя ответственность Я считаю, что родители могут спать спокойно пять дней в неделю А два дня, и это не дембель Вы продолжаете быть кадетами, а родители нашими партнерами Потому что пять дней мы настраиваем эти скрипки И отдаем вам Скрипки настраиваются всесторонне Вождение маломерных судов с международным сертификатом Практика МЧС Курские налоги Автовождение Парашютная подготовка Спортивные и бальные танцы Строевая и огневая подготовка Плавание Борьба Бокс Начинается физическая подготовка с зарядки Элементарной зарядки Затем два раза в неделю у нас выход на лыжах Занимаемся Проходим трассу Занимаемся также В тренажерном зале они у нас занимаются Ходим в большой бассейн Где дорожки по 25 метров Плавают и на время Именно технику отрабатывают Также мы сейчас находимся в зале для смешанных единоборств Где они отрабатывают Вольную борьбу, греко-римскую борьбу И вот смешанные единоборства В школе существует конкурс В этом году из 35 вновь принятых воспитанников Принятию присяги были допущены только 25 Мамы, сердце не разрывается? Мамы, сердце очень разрывается Я тоже очень переживаю Горжусь своим сыном Очень горжусь Надеюсь, что он будет принимать за достоинство И вторую присягу, когда будет приниматься прожженная сила Я не думал, что я буду так переживать, честно говоря Даже просветился по этому заявлению Это, конечно, очень волнительный день Я рад, что мой сын вступил на виды кадетов Признание эффективности такой системы обучения Признание сил и энергии педагогического состава Произошло в среде родителей и самих детей Гордо и достойно носить звание кадет Эта строка из текста присяги очень важна И не только для воспитанников Но и для всех нас Потому что очень важно У любой страны только тогда есть будущее Когда ее молодое поколение ценит и любит страну Только тогда Ровно через 40 дней встретимся снова здесь И будем праздновать Какой праздник? Пасху! Конечно же, Пасху будем праздновать снова здесь Ну а пока сегодня Масленица Широкой Масленице Шесть дней мы ее гуляем по всей стране Масленица у православных называется Широкой Символизируя удаль и широту гуляния Если бы существовала мера празднования То шире всех наверняка оказалась бы Масленица в поселке Лесной Лыжные гонки, частушки, кулачные бои Взятие снежной крепости, русские забавы и конкурсы Но главный сюрприз приготовил глава поселка И района одновременно Впрочем, все по порядку Сегодня мы проводили первый старт наш Посвященный празднику Масленице Участвовало у нас около 60 лыжников Вот разных возрастов Начиная с самых маленьких Это 2006 год рождения Заканчивая ветеранов 1965 года рождения Один из победителей соревнований Даже после финиша Не мог справиться со стартовым волнением Я переборол, 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 сейчас Переборол, переборол, но я смог пробежать более-менее хорошо Я занял первое место И все-таки самые озорные частушки у девчонок из поселка Лесной Ну давайте еще одно Хорошо? Давайте Что-нибудь можно... Милый говорится, у него давно стоит На стое бутылочка Давай выпьем, милочка Прекрасно! Ну что, готовим? А вы все болеете за кого-то из наших игроков Ну что, на старт Внимание, подъехали! Поправляем! А-а-а! Я же говорил, Анатолий, он, а? Да, подъезжайте, подъезжайте Давайте, давайте О боже, следующий, следующий пошел Ну что-то в этом есть Пальцы, пальцы Анатолий, пальцы Я не могу смотреть Пальцы, пальцы Пальцы, пальцы Мы, петали, великали Смотри, и пора Для каи-таи-та-ту-на И что летит пора Для наперед Смотри, как каи-та-ту-на И наперед Для ка-та-ту-на Цель какая? Отвлечь молодежь, детей От подворотня От вредных привычек Перед здоровый образ жизни Показать, как можно отдыхать Как отдыхали когда-то на Руси И как можно отдыхать В современной России В общем, без спиртного Здесь сегодня очень здорово Морозится, но Тепло, потому что Тут и По столбу лазают За призами Кулачные бои устраивают И бинами кормят С чаем очень вкусно Мы сегодня жители нашего поселка Поздравляем с Машленицей Она у нас проходит первый раз В таком месте Около Царь-Борька Да, Царь-Борька И поэтому Народу прошло намного больше Чем обычно В этом году стало веселее И интереснее Говорила мама Мне про любовь обман Ее да напрасно тратила слова Затыкала уши Я ее не слушала Ах, мама, мама Как же ты была права Ах, мамочка Меня зовут Николай И на Машленице У нас всегда была Такая традиция Забава Лазить на стол Здесь не столько важно Умение и сила Сколько важен дух И желание Сделать свое дело Вот Подарок Он ценный Он мужской Главное то, что это Не какие-то там игры плюшевые Вот А действительно подарок Который пригодится в жизни Спасибо всем Спасибо организаторам Валера Пикройте Панков Одевайся Спасибо большое Что организовали Такое вот Одевайся Порошее сстязание Я очень рад Сегодня администрация Гороского поселения Лесной Совместно с Лагером Навука Проведено мероприятие Масленица Организовано Катание на горке Лазание по столбу Народ доволен Все веселятся Кормили блинами Поили чаем Несмотря на погодные условия Все довольны Не надо Чтоб ты здесь Больной спиной ушел Хорошо? А потом скажем Что праздник Лесном так Прошел плохо Ну поехали считать Раз Два 40 Один путь Не мешайте Не мешайте 45 раз Уже сделано Вот и 46 47 48 49 Петр начинает нервничать 50 51 59 Не надо Травматизма Я тебе не упадаю 52 Ну засчитаем Все хватит Я не могу Вы победили Вы победили У меня уже сжался организм Вы же мой Петр Петушкова не удивишь Андрей Ему нужна литр протеина Дорогие горожане Пользуюсь случаем Хочу попросить у вас прощения За то что делал Или буду делать Или за то что сделала Вам не понравилось Простите меня Христа ради Если можно Дорогие горожане Согласно японской поговорке В боевых искусствах Все начинается с поклона И поклоном заканчивается С такого традиционного поклона И начался во дворце спорта Красноармейска Первый фестиваль боевых искусств Я служу России Настоящий праздник силы Ловкости Устроили в День защитника Отечества Союз десантников И администрация города Красноармейск А открыл фестиваль Лауреат международных И российских конкурсов Антон Алексеев Распорядитель фестиваль И гидом по нюансам И гидом по нюансам Затем на татане вышли самые маленькие спортсмены Представители дзюдо и самбо Они показали с чего начинается путь в большой спорт И что даже самый маленький человек может постоять за себя Бросок с упором стопы в живот И вот они, девчонки, появились на татами Сейчас они дадут жару Встречаем девочек в фонда Бургасы Браво! Команда Круга стала победителем в спортивной программе Школа Аркадия Паровозова На телеканале «Карусель» Василий Ащехнов, который обучался в японской духовной семинарии Эстафету продолжили представители Айкидо Школа самообороны без оружия Основаны на использовании силы нападения противника Вы видите, в Айкидо нет атак Вся техника построена на защитных действиях Чем яростнее, чем ожесточеннее Противник атакует мастера Айкидо А сейчас на татаме мастера Айкидо Их можно узнать не только По традиционным японским брюкам юбки Хакама Но и по легкости и грациозности С которой исполняется бросковая техника Нагиеваза Самое интересное для всех стало, конечно же, техника разбивания твердых предметов Здесь мастера показали неодолимую мощь своих ударов И то, что натренированное тело спортсмена может выдержать многое Специальная тренировка Дыхание Умение напрягать нужные мышцы в нужное время Но не только путем изучения единоборств Можно достигнуть совершенства собственного тела Существуют и другие способы увеличения собственной силы и совершенствования тела Существуют и другие способы увеличения собственной силы и совершенствования тела Существуют и другие способы увеличения собственная страна Кому бы достанется такого на счастье, кому бы достанется сегодня. Кому бы достанется сегодня. Которое призвано растить здоровое поколение, гордящееся свою удивительную страну и ее людьми. И вот вторым мероприятием, которое мы проводим совместно с Союзом десантников России, это фестиваль боевых искусств. Я думаю, что это довольно серьезный шаг вперед по патриотическому воспитанию среди молодежи, среди детей. И именно в рамках патриотического воспитания мы начали эту работу. Я думаю, что сегодняшний фестиваль – это начало длинного пути по пропаганде боевых искусств, по пропаганде физкультуры, спорта на территории нашего города, ну и во всей Московской области. Евгений Ромашихин, Александр Девкин. Специально для телеканала «Твой». 25 февраля в Доме правительства Московской области прошел форум внештатных сотрудников инспекции Госадмтехнадзора Московской области. Цель данного форума – это подведение итогов работы внештатных инспекторов за 2014 год, доведение до инспекторов изменения законодательства Московской области в сфере чистоты, порядка и благоустройства, а также награждение лучших инспекторов внештатных административно-технических Московской области по результатам работы за 2014 год. Председателем данного форума была Витушева Татьяна Семеновна, начальник главного управления Государственного административно-технического надзора Московской области. Она отметила, что главными лицами на форуме являются внештатные сотрудники Госадмтехнадзора, благодаря которым программа «Чистая Подмосковья» и прогрессирует с каждым днем все сильнее. Всех собравшихся познакомили с нововведениями в законодательстве, на которые теперь можно будет сделать упор, например, в привлечении уборки территорий. «Наконец-таки мы дождались, что вышел закон номер 191 от 30 декабря прошлого года, в котором для нас и для всех поселений главной статьей является ответственность за несоблюдение заключения договоров и оплату вывоза мусора в городских и сельских поселениях. Теперь с 1 января каждый собственник домовладения обязан заключить договор и оплачивать вывоз мусора». В новом законе также говорится, что теперь не каждый прохожий сможет воспользоваться урной, которой оборудована любая остановка. А все потому, что уже не первый раз в эти урны жители подмосковных городов пытаются выбросить не только мелкий мусор, но и что-нибудь покрупнее, например, холодильник. В докладах внештатные сотрудники старались не только рассказать о проделанной работе, но и побудить к борьбе за чистоту, крайне точно указывая и на ее врагов. «По сути, нарушите этот враг порядка, а врагам он побеждает». Стоит заметить, что большинство внештатных сотрудников все же ратовали за предупреждение, чем за наказание, ссылаясь на то, что в 21 веке наказание – это не выход. О том, как можно предупредить людей о тех или иных возможных проблемах, начальник главного управления Государственного административно-технического надзора Московской области рассказал уже на пресс-конференции с журналистом. «Я стараюсь популяризировать, я стараюсь говорить. Безусловно, без средств массовой информации, но мало возможностей. Мы должны быть более активными. Да, мы должны быть более активными. Тем не менее, я хочу в пользу случаясь поблагодарить нашу муниципальную каналу, муниципальную прессу. Она действительно очень много рассказывает. Может быть недостаточно, может быть хотелось бы больше мне, тем не менее, это и бога гневить, они действительно пашут». Получение удостоверения внештатных сотрудников сопровождалось бурными аплодисментами всех собравшихся. С одной стороны, хорошо, что в рядах Государственных технадзоров все больше и больше добровольцев. С другой же стороны, очень жаль, что чтобы продвинуть такие проекты, как, например, «Чистой Подноскове», приходится все же носить при себе удостоверение. Алексей Суходульский, специально для телеканала «Твой». Вереница автомобиля Land Rover растянулась на солидное расстояние по дороге в сторону села Никольска. Подобную картину можно увидеть в каждой выходной в различных районах области. Это клуб любителей автомобиля Land Rover отправился на очередной уикенд. На этот раз клуб отправился праздновать широкую масленицу. Клуб достаточно молодой, ему всего 4-5 месяцев. Организовался, была группа единомышленников, которые любят марку Land Rover, и решила организовать клуб любителей марки Land Rover России. Вот, собственно, так создали сайт и начали встречаться. То, что здесь сейчас происходит, это нормальное явление для нас. Выезды у нас практически каждые выходные, мы не сидим дома, мы постоянно с детьми на выездах, какая бы погода ни была, за редким исключением. Вот так празднуем в каждом мероприятии, в том числе ежемесячно мы празднуем дни рождения в лесу. Расположившись на поляне, предоставленной креатив-парком экспедиции, Land Rover Club, развернув своего знаменитого жирафа, устроил сеанс прямой связи с экипажем, отправившимся в самую длинную зимнюю гонку от Мурманска до Волевостока. Привет, привет! Извините за задержку. Ребят, как идет? Ладно, машину. Сейчас покажем машину. Давайте! Флаг! Видно все! Наша команда Astro Pride поехала в самую длинную зимнюю гонку в мире. Начинается она в Мурманске, заканчивается она в Волевостоке, начинается 23 февраля, заканчивается 8 марта. Их мы сейчас участвовали. Здесь 25-го будет проходить стартовой этап. И поскольку клубни все не смогут приехать, мы собрались здесь, совместили полезное с приятным. Поздравить ребятам и дать им на пустую гонку. Настроение у них шикарное. У нас необычная команда, команда врачей. Они привыкли ко всему. Поэтому машины ведут себя замечательно. Наша любимая Land Rover. И все хорошо. После прямой связи с экипажем начались масленичные гуляния. У жирафа тут же выстроились любители караоке. И из динамиков полились любимые и знакомые мелодии. В конкурсе принимали участие и старый млад. Валенки, Валенки, Валенки. Здесь же для детей устроили катание на ватрушке. И уже в приподнятом настроении члены клуба разбрелись по всей территории креатив парка. Различные конкурсы, игры, мастер-классы создавали особое праздничное настроение. Вы впервые здесь? Да, впервые. Вы давно членов клуба? Я вот меньше суток. Меньше суток? Да. Мы, наверное, где-то год. Но мы не вместе. Товарищ меня уже второй год зовет. А вы так решили сейчас, да? Да. А Land Rover у меня уже четвертый год. И как вам здесь все организовано? Да как все уже прекрасно. Красно. Будете еще принимать честь этой информации? Здравствуйте. Я Мария Сергеевна. Сергеевна. И не моги на ник. Ник, правильно? Да, ник. Скорая помощь. Круто помощь. Евгений Рабашикин, Александр Девкин, специально для телеканала «Твой». 23 февраля – День защитников Отечества. День, когда чествуют тех, кто заботится о процветании и безопасности всего населения нашей необъятной страны. И одним из главных заслонов в деле сохранения прав и свобод граждан остаются люди, посвятившие свою жизнь нелегкой службе Отечеству. Службе, которую многие недооценивают, но при первой же необходимости обращаются именно к ней за помощью. 23 февраля в нашем отделе медицинской охраны прошло награждение от лечащих сотрудников. Я от своего имени поздравляю всех награжденных, их семьи, близких с этим замечательным праздником. Желаю, чтобы им сопутствовала удача в их нелегкой службе, здоровья и всего самого лучшего их родным и близким. Сегодня на сотрудника полиции ложатся большие и нелегкие задачи. Они несут миссию по охране и защите прав и свобод каждого гражданина нашей страны. И в этот праздничный день самые достойные были награждены медалями и знаками отличия Министерства МВД России. Это те, кто своими делами сближает общество и полицию, помогая простым гражданам ощущать защищенность и доверие к человеку в форме. И приятно было награждать сотрудников полиции, посмотреть в их лица, пожелать им всего наилучшего, а в их лице, наверное, всем сотрудникам правоохранительного блока, чтобы они выполняли свою миссию достойно, с честью, чтобы не опозорили это звание сотрудника полиции. Хотелось бы здесь, конечно, и пожелать здоровья их семьям, потому что они нацеливают сотрудника на положительную работу. Поэтому приятно всем нам было увидеть лица в период праздника и пожелать им всего наилучшего. В этот день среди лучших отметили не только сильную половину человечества. Среди сотрудников полиции служат и представители прекрасной половины, разделяя с мужчинами всю полноту ответственности за дело, которому служим. Очень хочу поздравлять женщин, потому что не только у нас служат мужчины в органах утреннего дела, у нас есть еще и половина прекрасного, как говорится, пола. Я всех женщин поздравляю также с праздником. Они также носят офицерские погоны, звания в должности сержанта, прапорщика и офицера. Всем пожелось здоровья, семейное благополучие и самое главное – мирного неба на голове. С праздником всех! Евгений Ромашихин, Владимир Парфенов. Специально для Делеканала ТВО. В настоящей экспедиции удалось побывать нашей съемочной группе. И для этого не пришлось ехать на один из полюсов. Мы даже не выезжали из Пушкинского района. Мы сегодня находимся в креатив-парке экспедиции, который, собственно, принимает гостей, широкие масленицы, встречает всех сегодня забавами, разными конкурсами и русскими народными празднествами. Вот если вы посмотрите буквально за меня, то здесь, вы видите, соревнуются совершенно разные люди и старый млад. Необузданная энергия у строителей парка заставила посетителей проявить недюжие способности. Группа отважных пытается провести велосипед-тандем по бревну, что достаточно непросто. Отважная команда в тазиках передвигается умело и быстро к финишу. Собственно, где-то рядом катаются дети с горки. И вот это самое большое счастье, наверное, сегодня для всех. Лазерные лучики счастья предложили и подольские ребята. Подольский клуб «Лазертак» аналог пинбола, только между шарика с краской используют лазерные лучи. Стрельба идет с податчиком, расположенным на теле. В данном случае это головная повязка. В руках макет массово-габаритный, который один к одному имитирует настоящий артоват калашников. Пацифисты в это время прятались по юртам. А здесь, в самой настоящей монгольской юрте, сегодня можно расписывать пряники, барципановых хомячков, а также заниматься аквагримом. Самые разные развлечения для наших маленьких гостей. Вы находитесь в юрте. У нас здесь проходит мастер-класс. Мы расписываем здесь пряники. Также делаем такие замечательные куклы масленичные. А еще у нас тут есть такие замечательные хомячки и цветочки. Их тоже можно расписать. Посетители, не желающие расписывать хомячков, могли сменить национальность, исполнив замечательный рок на Варгане. Молодым людям, пожелавшим соединить свои судьбы или уже объединенным, предлагалось еще раз проверить свои чувства. Нет лучшего подарка для любимого человека, чем провести вместе время в настоящем раю, рай в шалаше. Собственно, приезжайте, оставайтесь именно здесь, уделяйте время друг другу и будьте счастливы. Любителям шалашного счастья в будущем предлагается опробовать себя в видении натурального хозяйства. Утки, гуси, нет, нет, ничего эксклюзивного. Именно те животные, которые помогут городскому жителю познакомиться, ну, собственно, с естественной средой. Ну, типа зоопарка небольшого, да? Даже, даже не зоопарка, это именно ферма, на которую можно будет взять лопату в мухе, то есть пройти через несколько этапов, получить яйцо. Добрый на вид руководитель района уже подсчитывал в уме, какие золотые яйца в виде налогов с модного туристического направления получит бюджет. Здорово, интересно. А там, вот просто поля на блячу. А там вот как раз российские ландры гуляют. Несколько сотен человек с удовольствием отгуляли эти выходные. И пока страна не устремилась в первый на всю Россию креатив парк экспедиция, не ленитесь, пушкинцы, приезжайте отдохнуть и повеселиться. Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»! Субтитры подогнал «Симон»!